здравствуйте товарищи гости и подписчики канала объективный уголок давно не был с выпусками видео говорить вероятно разучился поэтому возможно в данном ролике будут какие-то затупы затыки и все прочее в таком духе чего обычно вырезается но этот ролик выйдет с минимальным монтажом просто потому что у меня нет какого-то большого времени на доскональное вылизывание так сказать видео ряда и звукового ряда но надеюсь что суть я все-таки передам и так так арка вещь которая требует бережного отношения к точности так арка по объективам вещь которая требует отношения к точности вдвойне так получилось что совпали два эпизода вариант номер один с которым мне еще предстоит разобраться досконально все проверяю еще раз с индикаторами чтобы самому убедиться в отсутствии человеческого фактора не исключен да и второй вариант то что когда я выложил фото объектива в росту 8 зажатого в трех кулачковый патрон видимо и больший специалист больший в плане работы спец больший профессионал и просто профессионал а не то что я дилетант и так далее в общем просто знающий человек сделал замечание что такого быть не должно это не хорошо это а-та-та так вот на ваших экранах заготовка в 95 t1 на 70 миллиметров из которой сейчас в процессе изготовления кольцо установки диафрагмы для объектива укс 6 75 1 это большой красивый сложный проект на базе механизма фокусировки от объектива юпитер 21 м будет такой 75 миллиметров объективчик с возможностями по съемки крупным планом не совсем макро но вполне неплохо и так как мне кажется вполне удачный момент чтобы немного показать мое отношение ко всяким нюансам типа точности и так сказать щепительности по крайней мере в некоторых вопросах я как человек который сам же пользуется тем что изготавливает к точности отношусь очень хорошо у меня на этот счет есть как минимум два разных часовых индикатора один вот такого нажимного действия здесь пипка давит тут отмеряет а другой рычажный для так сказать труднодоступных мест пользуюсь в основном сейчас просто нажимным в большинстве случаев его достаточно конечно конечно рычажный он прямо хорош когда нужно проконтролировать какую-то внутреннюю поверхность недоступную для так сказать такого индикатор ну а для торцов наружных пожалуйста нажимной хватает более чем посмотрим каковы биение сразу отмечу и торец и вот этот сектор были проточены буквально только что для говорится чистоты эксперимента заново снимать металл я не стану по крайней мере с торца во-первых нет необходимости это делать во вторых это не просто какой-то эксперимент забава ради это деталь которая в процессе изготовления и здесь у меня как говорится все уже на своих местах если вы сомневаетесь что индикатор прижат я его отодвину вот что-то попало начались царапки передвину немного головку на другую так сказать позицию но долго гонять смысла нет опять же да и не очень хорошо это для щупа для собственно говоря наконечника полагаю наглядно переходим на наружную поверхность меня можно сейчас категорически упрекнуть в том что я возможно и скорее всего я вот уверен не выдерживаю перпендикуляр это делать на самом деле желательно если речь идет о точных измерениях так сказать допустимых биений а не просто о том что посмотреть что бьет или не бьет и бьет насколько это условно демонстрационный ролик чтобы просто посмотреть ну вот так поехали цена деления данного индикатора 1 сотая миллиметра стрелка индикатора шевелится хорошо если на шестую может быть даже седьмую часть расстояние между двумя соседними делениями и в случае первом и в случае втором можно говорить о точности сильно лучший чем возможность точного измерения данным прибором теперь в чем суть эксперимент токарка по объективам как я заметил и отметил вещь точно но маленький нюанс у меня здесь штучное изготовление штучных деталей очень редко когда какие-то вещи элементы конструкции делаются в числе большим чем одна штука в основном это всякие переходники которые гораздо менее требовательны к таким вещам однако иногда приходится обрабатывать линзоблоки иногда поверх стандартного заводского линзоблока нужно сделать какую-то деталь которая ляжет к этому линзоблоку с максимальной точностью без зазоров без биений и вот тут начинаются приключения поскольку повторюсь у меня все-таки штучная работа и я могу каждой детали каждой поверхности в каждом случае снятия установки детали уделить время на подгонку с индикатором на заводе даже при малосерийном изготовлении например корпусов для укс 675 1 ну наверное могли не так сильно заморачиваться потому что вернее могли заморачиваться так только с наиболее ответственными размерами например с местами расположения линз диафрагмы с расстоянием между отдельными ступеньками внутри линзоблока а вот с наружными поверхностями могли заморачиваться несколько меньше 675 1 кстати говоря имеет оправу сделанную из одного цельного куска то есть она не скручивается частями это просто один цельный стакан куда насыпаны линзы и диафрагмы и при этом сейчас я найду участок гладкий без всяких лунок от винтов без надписей вот я его вроде как нашел запускаем о боже мой о боже мой о что же мы видим мы видим биение неравномерные и условно с максимальным интервалом так 80 и практически 85 в пять сотых биение по корпусу вот как говорится разница если сейчас можете меня упрекнуть в том что я плохо отношусь точности пожалуйста ваше право данный ролик можно расценивать в принципе и как мою попытку отмазаться от каких-то преступлений ваше право опять же но замечу что ранее был упомянут такой нюанс как человеческий фактор я тоже человек я могу где-то что-то пропустить где-то что-то может произойти помимо моей воли всякое бывает но тем не менее я по крайней мере стараюсь уделять вот этим вещам должное внимание ну а то как это могло происходить взводских условиях мы сейчас тоже могли видеть и это повторюсь оптический блок цель на котором нет никаких стыков нет никаких резьбовых соединений и прочее прочее однако есть ситуации гораздо более печальные и одна из них собственно говоря ждет меня сейчас на почте когда укс 1221 был подготовлен в авторский корпус совершенно новый на базе индустар 50 и по прибытию на место владелец объектива при детальном тесте обнаружил что один из углов он несколько так говорится менее резок несколько более завален так сказать этот дефект перемещается при вращении объектива со вставкой м39 переходники и у меня собственно говоря два возможных предположения почему такое может в принципе происходить вариант номер один который с точки зрения конструкционный наиболее вероятен это собственно говоря сам донор поскольку индустар 50 как понимаете вещь крайне массовая и в процессе его изготовления могли где-то что-то сделать не согласно а я хочешь не хочешь а должен каким-то поверхностям данного объектива поверхностям его деталей но привязываться и абсолютно точно попасть в то как было на заводе чтобы продолжить так сказать обработку этих деталей могло не получиться второй вариант связанные с конструкции второе предположение то что проставочное колечко под линзоблоком внезапно при отрезании каким-то образом оказалось неравномерным по окружности по толщине в каком-то участке она чуть толще и в итоге это дает погрешник ну и третий нюанс который я могу отнести их конструкции но уже не связанный именно с моей работой с человеческим фактором в лице меня так сказать это то что линзоблок укс 1221 как и некоторые другие например один 2181 пардон и 1161 они состоят из двух половинок у них передняя часть оптики широкая наворачивается на кусок корпуса с диафрагмой с одной передней линзы перед диафрагма еще и со всеми задними линзами за диафрагмой и по месту стыковки этих частей имеется один небольшой винтик который может опять же давить излишне сильно он конечно полезно не дает раскручиваться половинкам но может внести и такую погрешность кроме того само собой эти части изготавливаются отдельно они из единого так сказать монументального куска алюминия и поэтому у них относительно друг друга может быть некоторая несовосность замечу при этом сам экземпляр весьма резкий по крайней мере по центру это я смотрю в данном вопросе возможно стоит отместить в сторону такие вещи как погрешность измерения человеческий фактор при измерении так далее я постараюсь отделом все отбросить и после распаковки данного объектива искать проблему на своей стороне не могу сказать что я надеюсь ее найти на своей стороне но такое не исключается возможно ролик поэтому экземпляру выйдет отдельно возможно нет возможно не будет просто не до съемки потому что все это дело но отнимает и время и силы и время на монтаж это все как бы сейчас не очень компенсируется ютубом виде монетизации она условно есть но как получить оттуда деньги даже если накапывает что-то я честно говоря не знаю в любом случае в любом случае постараюсь выходить так сказать в информационное пространство хотя бы с такими попутными роликами где за 10-15 минут буду наговаривать какую-то порцию бреда что-то быстренько показывать и обратно уходить ожидая гневных комментариев а может быть и не очень гневных я как-то к этому делу честно говоря несколько охладел да и в целом такая вещь как комментарий как показала практика она может внезапно при попытке поддержать какой-то ироничную условно товарищеский тон внезапно выйти из-под контроля поэтому я буду стараться это дело производить ответы на комментарии максимально отстраненно холодно по сути по делу а если будет начинаться какой-то простите срач в комментариях все участники будут получать сначала желтую карточку причем не всегда я буду оповещать что это желтая карточка вручена а потом будут награждаться баном временным или постоянным это как говорится по ситуации вконтакте можно сделать временный бан на youtube видимо он будет сразу постоянный такие удел замечу при этом конструктивная критика приветствуется очень немалая часть того к чему я сейчас пришел построена именно на конструктивной критике и рациональных предложениях что где в принципе можно улучшить я на это ориентировался при вкладывании немалых денег в какой-никакой инструмент и расширение своих технологических возможностей в то же время замечание не по делу сарказм и попытка как-то задеть ну сами понимаете чему будет приводить есть что сказать конструктивные по делу не конструктивные не по делу лучше промолчить честно пользы в этом не будет на этом сегодня все спасибо за внимание увидимся на канале объективный уголок когда произойдет следующая встреча не знаю